Здравствуйте! Это программа подробностей. Сегодня подробно о тех законодательных новеллах, которые у нас принимает Государственная Дума страны. Вместе с нами и ее депутат Николай Булаев. Здравствуйте, Николай Иванович. Добрый день. Начать, наверное, хотелось бы с закона, который вы и ваши коллеги недавно приняли и который позавчера подписал президент. Этот закон призван к тому, чтобы максимально приблизить депутата к населению. Поправки 131 закон о местном самоуправлении. И давайте вкратце прокомментируем эти поправки, зачем они принимались и как же все-таки сделать так, чтобы народные избранники у нас не были оторванными от народа. Ну, здесь есть несколько таких событий, которые, наверное, в целом определили тематику принимаемых Думой законопроектов. Дума в этой сессии завершает первую половину своего пути в Государственную Думу. Он заканчивает сессию. Это ровно половина того периода, на который она избиралась. Останется еще два с половиной года. И мне кажется, вот символично, что к первой половине Дума приняла законы, которые во многом поменяли и политическую, и выборную структуру в России. Что касается политической темы отдельного разговора, но он не короткий, а что касается избирательных законопроектов, то я бы отметил в первую очередь два. Мы поменяли и Конституцию, и законодательство, но в первую очередь законодательство в части, касающиеся выборов депутатов Государственной Думы. И теперь у нас 50% депутатов Государственной Думы будут избираться по одномандатным округам. И следующий законопроект, касающийся формирования власти муниципальной. Мне кажется, они вот в такой связке находятся. И тот законопроект, и этот закон направлен на одно, чтобы попытаться ответить на те вызовы в обществе, которые существуют, приблизить власть максимально к народу. Чтобы люди понимали, за кого они голосуют, с кого они могли бы потребовать. И с законом депутатов Государственной, в выборах депутатов Государственной, думаю, тут все понятно, вот он простой. Персонификация. Да, персонификация. И у депутатов избирателя, и у депутатов появляется свой округ. Что касается муниципальной власти, то этот закон тоже направлен на то, чтобы сделать власть более понятной и более близкой к людям. Чтобы люди четко понимали, кого из депутатов они избирают. Но еще очень важная часть в этом законе, это набор полномочий, который есть у власти. Сегодня только ленивый не говорит о том, что полномочий много, а денег мало. Этот закон еще регулирует объем полномочий, которые отдаются тому или иному уровню муниципальной власти. И он жестко прописывает, что эти полномочия не могут быть отданы без денег. Понятно, что денег никогда много не бывает, их всегда не хватает. Но вместе с тем, есть серьезные желания, серьезные попытки в законе определить. Первое, муниципальная власть формируется не вообще в целом, вот так унифицирована по стране, везде одинаково. На мой взгляд, есть хорошее и серьезное желание все-таки учесть традиции, учесть опыт, учесть, может быть, и состав персональной этой власти. И структура построения этой власти в разном муниципалитете может быть разной. И это отдано на решение региональной власти. Региональной законодательной, региональной исполнительной власти. И здесь тоже есть одна особенность. Раз вам дано много, то с вас много и спрашиваются. Кивать теперь на то, что в результате того или иного закона избраны не те или иные люди, не дееспособные и так далее, теперь невозможно. А что касается глав администрации, ну, например, областных городов, то здесь тоже достаточно серьезное усиление высшего должностного лица каждого региона. В первую очередь, ну, губернаторов. Теперь комиссия, которая конкурсная, которая избирает или которая производит отбор кандидатов на эту должность, она на 50% состоит из кандидатов, предложенных губернатором. Не законодательной властью, а губернатором. И мне кажется, вот эта персонификация устраняет существующие во многих регионах изначальные возможности для конфликта между главой города большого, который никогда не является дотационным, и главой высшим должностным лицом в регионе. Вот теперь эта связка, да, она существует, начиная отсюда и заканчивая там муниципалитетом. И мне кажется, в совокупности эти законы, этот закон принятый, да, позволяет нам выстроить не одинаковую, не унифицированную, но с учетом сложившихся традиций и с учетом сложившихся условий, власть, которая абсолютно точно наделена и полномочиями, и ответственностью. Я надеюсь, что в данном случае все это сработает, потому что над законом работали достаточно долго, и он явился вот таким элементом или уже результатом не только компромисса, но и жестких дискуссий, когда не компромисс искался, компромисс, как-то мне один мой начальник сказал, это проблема загнанная в угол. А вот искался не компромисс, а искался наиболее оптимальный, наиболее эффективный вариант решения проблемы. Ну что же, от политики к образованию, хотя до недавнего времени и в образовании у нас, к сожалению, было много политики, я сейчас о едином госэкзамене, который начался, традиционно именно вас в том числе связывают с одним из, скажем так, основоположников, одним из основоположников ЕГЭ в России называют. Ну, действительно, руку к единому госэкзамену вы в свое время приложили, и традиционно единый госэкзамен критикуется. Ну, вот, что отрадно заметить, в этом году у нас первые экзамены по географии и литературе прошли абсолютно штатно, без скандалов, без каких-либо утечек. Я думаю, что не только Государственная Дума, но в первую очередь, как бы это ни звучало, может быть, там с моей стороны нескромно, но я думаю, что все-таки это в первую очередь позиция ту, которую занял президент России. Россия жесткое требование к тем, кто участвует в организации этой кампании, кампании по проведению ЕГЭ, о персональной ответственности, если что-то случится. Кроме этого, были приняты и в Государственной Думе нормы, которые позволяют говорить о том, что, ну, уже закончилось терпение. Мы решили поддержать и финансовую, была моя поправка, связанная с техническими обеспечениями помещений, где проводится ЕГЭ. Это установка видеокамер, это установка и применение металла искателей и так далее. Были приняты в прошлом году поправки в закон об общественных наблюдателях, и в этом плане мы работали много. И мне кажется, спрос на самом деле жесткий. Поменялось практически все руководство Рособранадзора, все, от руководителя службы до начальников управления. И мне кажется, в этой части вот есть уже результат. Да, и очень важно, что изменилась процедура доставки этих контрольно-измерительных материалов, которые ученик заполняет. Если раньше они приходили там и лежали в органах управления по неделе, по две недели, теперь этого нет. Они доставляют спецсвязи за несколько часов, вскрыть невозможно. Поэтому вот мне кажется, совокупность этих мер, она позволяет говорить о том, что результаты ЕГЭ в этом году будут более честными и прозрачными. Как я говорю, очередь в ВУЗы для поступления на бюджетные места будет все по-честному. Стоит в первом тот, кто умнее. Ну и вновь о политике. Тему выборов на Украине, событий на Украине вообще, конечно же, невозможно оставить в стороне. Поэтому вопрос к вам, как к федеральному политику. Ваше мнение, как все-таки дальше будет развиваться ситуация и чем там все закончится? Ну, на мой взгляд, и до выборов, и я, и все, в общем-то, в этом сходились, что ситуация у вновь избойного президента, она будет непростой. У него есть проблемы, которые нужно решать. Это проблемы Майдана, это проблемы радикально настроенных, те, что совершили акты и в Одессе, и в других. Это проблемы восточной Украины, юго-восточной Украины. Это вот совокупность проблем, которые между собой сложно найти, общее решение. И напомню, что президент страны Владимир Владимирович Путин достаточно задолго до выборной кампании сказал, что Россия с пониманием отнесется к выбору людей. Хотя легитимность выборов даже на Западе, в Европе, в общем, вызывает большие сомнения. Выборы в условиях, по сути дела, войны, выборы, когда там есть легитимный избранный президент, не отстраненный легитимным образом от власти. Вот это все накладывает на принятие решения, которое состоялось в результате выборов с определенной долей такого скепсиса. Но меня лично печаль сейчас там не то, легитимно, нелегитимно, может или не может. Меня печалит то, что те заявления, которые сейчас прозвучали со стороны вновь избранного президента по отношению к тому, что происходит в Донецке, в Луганске, они с таким ястребиным оттенком. Получается, что есть большое желание залить кровью то несогласие, которое существует у граждан Украины, проживающих в этих территориях. На мой взгляд, это все-таки большая ошибка и страшная трагедия. Мы видим десятки и уже сотни погибших в результате этих операций, которые проводятся с использованием вандального вооружения, не просто там стрелковое оружие. Там применяются и минометные обстрелы, и артиллерийские обстрелы, и авиация и так далее. То есть, по сути дела, идет, на мой взгляд, во многом геноцид людей, народа, проживающего там. И это пугает. И это пугает, что желание приехать в Донбасс, о котором он заявил, появится тогда, когда территория будет залита кровью. Мне кажется, здесь есть определенные вещи, которые не могут не пугать и нас, живущих в России, а уж тем более тех, кто живет в Украине. Что ж, Николай Иванович, я благодарю вас. Спасибо, что нашли в своем графике время и приехали к нам в студию. В эфире программа «Подробности» был депутат Государственной Думы России Николай Булаев. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное отопление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Три пятерки, три ноля.